Дай-ка выдал эфир для того, чтобы поговорить о золотистом стафилокопе. Ну, на самом деле, беседа не совсем о золотистом стафилокопе. Золотистый стафилокоп являет всего лишь одной из так называемых внутрибольничных инфекций. Также туда можно причислить и некоторые другие, в том числе, например, пропионово-кислую бактерию. Достаточно часто задают вопрос о том, Владимир, как излечиться от золотистого стафилокопа? Вот и сегодня тоже пришел такой вопрос, на который я ответил и решил выйти в эфир для того, чтобы сказать пару слов по этому поводу. Так называемые внутрибольничные инфекции, о которых мы сегодня говорим, они паразитируют. Ну, что значит паразитируют? Развиваются, колонии свои, так сказать, размножают, да? Только на тех объектах, только на тех телах физиологических, у которых снижены функции иммунной системы. Золотистые стафилокопы, разные пропионово-кислые бактерии, они вокруг нас всегда присутствуют, практически везде. То есть, посредством их уничтожения на физическом теле невозможно решить эту задачу. Она решена только одним единственным способом, как, в принципе, и большинство заболеваний. Этот способ связан с определением причин снижения функций иммунной системы и после этого определение способов, то есть назначения комплекса по восстановлению функций иммунной системы. Возможно, и правильнее всего в сочетании с теми препаратами, которые уничтожат колонии внутрибольничных инфекций, которые уже размножились к этому моменту на теле пациента или в теле. Вот, пожалуй, единственно правильный способ. То есть, нужно смотреть не на следствие, не на золотистых стафилококков, нужно смотреть на причину, почему эти бактерии имеют возможность размножаться там, где они размножаться не должны. Наша иммунная система имеет механизмы, при помощи которых уничтожаются паразитирующие инвазии. Как известно, поражающие инвазии для человека, основные – это бактерии, это паразиты разных видов и грибы. Вот три основных, поражающих микроорганизмов. Ну, черви, правда, бывают не микроорганизмами, побольше. Вот паразиты, я имею в виду, там, ленточного червя или бычьего цепня микроорганизмом не назовешь. Он достаточно жирненький, толстый и вкусный для того, чтобы его назвать микроорганизмом. Возвращаясь к нашей теме, чаще всего функции снижения иммунной системы возникают в результате продолжительного воздействия, чаще всего, подчеркну, продолжительного воздействия факторов, которые угнетают нашу иммунную систему. Например, это может быть потребление пищи с одобренными добавками химическими, консервантами, усилителями вкуса и различными другими говняшками, которые туда наша промышленность активно сыпят, разрешают туда это сыпать те, кто выпускают лекарства во всем мире. То есть у них есть специальные одобряющие органы, как говорится, да? Откнули пиписечкой FDA направо, да? Или другой пиписечкой налево. И одобрили, например, усилитель вкуса какой-нибудь или краситель, который приводит не только к снижениям функции иммунной системы, но также и к более веселым последствиям, выраженным в хронических заболеваниях. Безусловно, и те защитные процедуры, которые с детства втыкивают в тела разнообразных жителей планеты Земля, не только двуногих, но сейчас уже и четвероногих, очевидным образом никогда не несли, не несут и не могут нести в будущем никаких абсолютно полезных свойств. Все это предназначено для снижения контроля численности популяций вот этих вот животных двуногих и четвероногих на планете. Исключительно для этого. Всегда так было. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Дело в том, что Боженька, он сконструировал физиологические объекты изначально, не сидя на унитазе, а покуривая там самокрутку. Во Вселенной все устроено с точности до бесконечности. И возможности нашего с вами организма, и не только нашего, собачки, комментирующих, хорьки разные, делки. Эти возможности весьма впечатляющие. Особенно у двуногих. Но мы этими, так сказать, возможностями в большинстве случаев не пользуемся, потому что живем в страхе, мы слишком доверчивы. А доверяем мы людям в белых халатах, которых обучили тщательнейшим образом в различных институтах, изначально созданных и финансируемых различными чудесными сорософондами, различными всякими богатыми друзьями, в кавычках. Например, фонд Ракфиллеров. Если внимательно посмотреть на существующие ныне транснациональные фарматологические корпорации, которые создали себе и взяли под управление Министерства здравозагублений, самых разнообразных стран, вплоть до последнего фельдшера, все получают от них зарплату. А раб должен... Зарплату платится рабам, заработная плата. Работают рабы, творцы трудятся. Поэтому вся эта командно-административная система на финансовом уровне и выполняет, исследует только интересам своих хозяев. А у хозяев, которые печатают, в том числе, бумажки под названием... У них совершенно другие задачи. То есть они не плачут по поводу отсутствия денег. Они напечатали их столько, сколько надо, используют их в качестве инструмента. А инструментарий простой, чтобы все делали то, что они говорят. А в их задачах их начальники, уже не в людской форме существования, ставят перед ними очень четкие, понятные и ясные задачи, связанные с порабощением, управлением и регулированием численности популяции двуногих в том месте, которое многие из вас считают планетой. На самом деле мы с вами все в игре. Но об этом было как бы раньше. У меня вопрос по лечению. Я консультировалась с вами год назад, вы назначили лечение, я закопила лекарства. И принимала где-то, ну у меня так получилось, только месяца два, и то там с перерывами, потому что не было времени, чтобы дозировать их. И вроде все было нормально, но естественно, при начале приема антрографица герпес на губах вылез, то есть это совершенно нормально. Это нормально. Да. Что надо. Да, потом он исчез, вот, но потом мне нужно было выезжать, то есть вылетать, соответственно, если бы я взяла с собой травки, я могла не пройти просто таможню. И в этом году я снова начала. Это вы на март, что ли, летели, что травки вам не пропустили? Вообще у всех получается. Ну, я обычно с ручной кладью езжу, и там три сутки. Все ясно. Не получилось, не получилось. Короче, да, в этом году я начинаю снова принимать, и у меня, кроме, как бы, то, что в норме герпес на губах, вылезает дерматит на ладони, причем начинает жутко чесаться. На всякий случай я прекратила прием. То есть это, получается, я принимала полтора месяца. И я прекратила прием, то есть смотрю, все, как он, дерматит, на ладони он сошел. Вот сейчас. Чтобы начинать снова, тогда начинать, получается, по одной сборке и смотреть, на что так реагирует? Нет, все гораздо проще. Вы заходите на сайт Альбия Биохарм, заходите в верхнем меню, по-моему, есть скачать или какой-то другой пункт, заходите и в самом низу есть статья о том, как проверить аллергены. Как самостоятельно дома сделать тест на аллергию. Делаете этот тест, тихо, спокойно смотрите. На какое растение у вас имеется реакция. И после этого уже напишите мне, но только не в Телеграме, если вы были на консультации, у вас, наверное, есть пол... Да, пол... Обязательно писали и порядок. А дальше мы с вами уже посмотрим, что с этим, собственно, делаем. Теперь у меня к вам вопрос в связи с этим. Такого, по идее, быть не должно. У меня к вам вопрос. Вы соблюдаете систему питания? Систему питания соблюдаю. Как раз оно попало на пост, и поэтому нелегко это было делать. Никто ко мне не приставал, не спрашивал, почему я мясо не ем. То есть промежуток между приемами, между прошлым приемом и этим приемом, вы не слетали с этой системы, продолжали питаться так? Слетало. Слетало, причем серьезно. Потому что я мясоед и я сладкоежка. Все понятно. Причина, скорее всего, того, что с вами происходит, заключается именно в этом. Я поэтому не просто так спросил. Значит, что нужно сделать перед приемом травяных препаратов? Если нет противопоказаний, еще раз пропиваем тебя сульфат натрия. Только желательно кристаллический. Есть. Противопоказания есть, потому что у меня язву 12-перстной кишки периодически поднимает голову. Ага. Значит, тогда делаем иначе. Мы берем турмирик, знаете такой, да? Да-да-да, он у меня есть. Он у меня в одной из городов. Да, берем турмирик, берем кокосовое, берем отдельно турмирик, кокосовое масло. Две недели, три грамма турмирик вместе с 10 миллилитами кокосового масла. Принимаем за пять минут до приема пищи. Принимаем в течение 20 дней, до 21 дня. После еды, сразу после еды принимаем 1 грамм красного, красный таблетки, красный порошок. Без витекса, да? Без витекса. После еды, сразу. И через 20 минут после приема пищи бизенбергия круглая. 3 грамма, нет, 2 грамма бизенбергии плюс 5 миллилитров кокосового масла, ну или масла. То есть без тумбергии делаем эту спорку. Абсолютно верно. Наша задача сейчас вас подлатать, а лучше излечить, вашу язь. Чтобы не забыли о ее существовании. Потом пропиваем у тебя сульфат, а потом возвращаемся к нашей системе. Ага. Хорошо. А вот теперь еще вопрос. То есть когда я год назад пила, ну в общем-то, ну все сборки, вот те же самые сборки, которые начала по новой пить в этом году. Ну вроде нормально было. А тут я начинаю пить, и у меня на третий день начинается рвотный рефлекс. То есть я что-то пью, какую-то сборку, и она просится наружу. То есть желудок не принимает. Это нервные. Еще разочек. Это в прошлый раз было? Нет, в прошлый раз все нормально было. То есть там сбои были только из-за того, что у меня не было времени делать эти сборки. То есть я заготавливаю вот эти дозы для того, чтобы, допустим, на работу приехать, развернуть, высыпать, налить воды, взболтать и выпить. А сейчас, как бы я себе взяла себя в руки, сразу себе там на неделю, на три недели делаю и кручу эти сборочки. У вас вес какой? И я начинаю пить. А у меня, ну, 56. 56-60. 56-60. Две-тооблески и мектина. Две-тооблески и мектина. Две-тооблески и мектина. Потом ты делаешь у ротвы и начинаю. Теперь еще раз. Угу. Да? То есть я месяц пропила его. Да, не понимаю. Да. Ну, святое место, пустыни бывает. Раз и соедили, и все остальное делали, ну, скорее всего, и рыбку, наверное, кушали, и самое главное, вот это вот лосось-то у нас, знаете, бывает такой рыб такой. Да, да, да. Кушали лосось. Вот лучше сразу пропить. По две таблички пропиваем, и все. В течение как раз вот этого месяца. Не 21 месяц, а не 21 день, а месяц. Вы тогда попейте, пожалуйста, то, что я вам сказал, как раз вермиктин пропьете. Ну, вот как раз это на фоне вермиктина все и случилось. То есть я начала с вермиктина, а после третьего приема вермиктина, я, то есть это же раз в неделю принимается, я как раз и начала прием таблет, то есть этих самых трав. То есть на фоне вермиктина, получается, у меня вот эти вот рвотные позывы-то и начались. Все понятно. Но у меня там очень много сборок. Значит, смотрите тогда, как делаем. Вы принимаете вермиктин четыре раза в неделю, сто восемь. Ага. То есть, получается, например, в воскресенье и в среду. Да. Совершенно верно. Да? Да. Хорошо. Да, абсолютно верно. Поэтому не добили гадов. Угу. Я поняла, слишком много их. Гадов, по всему прочему... Да. Нет, нет, дело не в этом. У них вышло так, что они не подохли. Они, может быть, привыкли к определенным дозировкам. Что интересно, у паразитов есть коллективное сознание, которое связано с сознанием человека. Поэтому желание поесть скверную пищу, оно связано как раз не с желанием личным человека, а с теми запросами, которые посылаются от этих паразитарных инвазий, которые индивидуум принимает за свои собственные желания. Угу. А из фруктов что можно оставить в питании при этом? Я понимаю, что все сладкие убрать, но это манго. Не сладкие, сладкие убрать. Да. То есть, грейпфрут можно оставить, да? Ну, сами смотрите, кисленькие оставляйте. Угу. Окей, да, вот с этим самые большие сложности. Ну, вот я понимаю, что тянет меня, причем именно ночью поесть, именно вот микробиом разросшийся, который патогенный, который питается именно сахаром. Вот он и командует, давай-давай, покорми нас. Дай мне покушать. Да, дай мне покушать, я голоден. Я поняла. Хорошо, спасибо вам большое. При этом, я вам еще, при этом, одну секундочку. Я вам при этом еще порекомендую посмотреть эти видео относительно купоросной воды, как я ее там делаю, и можете попить купоросной воды. Это существенно поможет. В общей картине, особенно, это будет радостно грибочкам, которые внутри живут. Прямо они будут радоваться. Угу. И для разведения лучше использовать дистиллированную воду. Ну, вот у меня из-под крана такая идет. Она после обратного осмоса. Там минерализатор сняли, потому что из Германии больше не привозят нам в Россию. Вот, по идее, у меня вот дистиллировка течет из-под крана. Или нет смысла... А, в аптеке тогда лучше заказать, да? То есть купить. Угу. Ну, техническая дистиллировка подойдет. В магазине купите... В автомобильном. Дистиллированная вода добывается. Какой-то автомобильная, нормальная. Угу. Хорошо. Вода и вода H2O. Дистиллированная, это значит, не содержит вообще никаких примесей. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok